Сегодня, при том, что машиностроительных заводов по факту рентабельных в России нет, все они будут платить налог на прибыль. Это уникальная ситуация. Объясню свою позицию. Вот недавно выступал Чеменов, сказал, что средняя рентабельность оборонных предприятий, входящих в Ростех, 2%. Если брать статистику по всему машиностроению в России, то у нас рентабельность, средняя колеблевость, в зависимости от направления машиностроения, от 4 до 6%. При том, что официальная промышленная инфляция превышает 15%, а просто инфляция превышает 7%. Таким образом, если перевести просто рентабельность из-за номинальной в относительную, мы получаем, что у нас все машиностроение, по большому счету, по факту убыточное. Президент подписал поправки в налоговый кодекс, который бурно обсуждали в Государственной Думе в последние пару месяцев. И главное нововведение, которое вступит в действие с 1 января будущего года, это прогрессивная шкала на доходы физических лиц. Люди с доходами до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год будут платить 13% подоходного налога. А для остальных ставка налога повышается. Для кого и на сколько? Чего хочет добиться государство? И в чьих интересах это делается? Юрий Васильевич, вот действительно, про олигархов. Олигархи-то в основном не на зарплату живут, они живут на дивиденды, на доходы, еще на что-то. Вот сейчас налогообложение дивидендов 15%. Но это же называется куром на смех. Самый богатый налогоплательщик России, такие данные есть, председатель правления Новотек Леонид Михельсон, должен был заплатить около 11 миллиардов рублей НДФЛ с доходов прошлого года. Но если бы он заплатил, допустим, 50, мне кажется, от него бы не убыло. То есть какая-то половинчатая налоговая реформа и действительно ударяет прежде всего по тем, кто живет на зарплату и по тем, кто получает ее в белую. То есть самый, в общем-то, ценный класс. Я не понимаю наш разговор, потому что, во-первых, я не вижу никакой реформы. Реформа, ну, это все-таки кардинальное изменение принципов, заложенных в налоговую систему, структуры налогов и прежде всего каких-то действительно целей развития там машиностроения, высокотехнологичной отрасли или еще что-то. Здесь никакой реформы нет, просто нужно закрыть дыру в бюджете. Поэтому посмотрели, где можно, что, сколько взять. Первый пункт. Поэтому называть это реформой, ну, на мой взгляд, это неправильно. Второй момент. Я не вижу никакой прогрессивной шкалы, потому что речь идет не о том, что взяли и решили, вот надо сглаживать противоречия, значит, между слоями наиболее ущемленными, между наиболее богатыми, да, и стали выстраивать прогрессивную шкалу. Нет. Нет, посмотрели, ну, где что можно взять. Ну, естественно, кто будет, как защищаться. Поэтому, да, с одной стороны, со сверхбогатых больше, чем со среднего класса, да, будут брать. Но, с другой стороны, ну, обижать-то основных людей, которые себя могут защитить через разные роды лоббирования, тоже никто не собирается. Вот, как бы, вот вам и прогрессивная шкала, я еще раз повторяю, здесь ничего прогрессивного нет. И прогрессивная шкала, о которой там КПРФ говорила и прочее, все-таки это другая совершенно логика. Связана не с тем, что цифры поменяли, и теперь они там разные, да, вот, а связана с тем, что у нас большой социальный проект. То есть мы, наше различие между, там, децелями, там, слоями населения и так далее, мы максимально снижаем и уходим от этого сверхамериканского на сегодня состояния, когда у нас 10% самых богатых и 10% самых бедных. Там разница, реально, если посчитать, совсем, она там за 20 куда-то уплывает, что, по сравнению с Европой, это просто безумие. В Европе, там, ну, пусть 5-7, там. Одно из самых высоких в мире. Ну, естественно, поэтому я и говорю, поэтому тут вопрос, никто это не обсуждал, что там снизить различия, это убрать, соответственно, эту диспропорцию и так далее. Вот, и, наконец, последний, да, то есть в этом смысле мы имеем чисто фискальный механизм изъять средства, закрыть бюджетную дыру. Вот мытари, то есть мы имеем мытари здесь, как всегда, вот на первом месте. Владимир Николаевич, а как Вы оцениваете повышение налога на прибыль до 25%? И вообще, на Ваш взгляд, должна быть разница в налогообложении между сырьевыми и промышленными предприятиями. На самом деле, очень важный, хороший, правильный вопрос. Почему? Потому что, а что лучше, 20%, 25%, 70% или 120%? Вопрос надо задавать не так, хорошо или плохо. Вопрос, а с какой целью мы его подняли? Из того, что мы слышим с экраном телевизоров, нам подняли для того, чтобы облегчить жизнь трудового народа, точнее, не только трудового, а вообще решить цельные и сексуальные программы. То есть, с точки зрения того, что я услышал, вопрос не ставится, что налоги поднимаются для того, чтобы достичь той или иной цели. А налоги поднимаются для того, чтобы нам стало жить легче и лучше. Вроде бы как так, если так, по большому счету, расшифровывать все то, что нам сказали большие СМИ. На мой взгляд, любая критинговая система в мире и стране, она имеет целью достижения тех или иных результатов в той или иной стране. И для меня принципиально важно понять. А когда мы цели так иначе ставили, мы понимали, что в этой ситуации, скажем, одинаковое налогообложение сырьевых отраслей и торговли, с одной стороны, и длительного производства, высокой добавленной стоимости и машиностроения, с другой стороны, это перераспределение ресурсов от высокопередельных отраслей в пользу сырьевых отраслей. Дело в том, что если оборачиваемость, предположим, в том же низкопередельном металлургии, нефтехимии, это средний срок производственного цикла, занимает от 30 до 65 дней. Средний производственный цикл. В торговле он занимает 5 до 30 дней. А в производстве, в промышленном цикле, более-менее серьезный передел, это оборачиваемость производственного цикла, это от полугода до трех лет. И в ситуации, когда вы в условиях высокой инфляции, к тому же, облагаете этот доход налогом, то понятно, что с точки зрения вымывания оборотных средств и тяжести этой нагрузки, как бы это странно ни показалось, в первую очередь попадает под раздачу высокопередельное и сложное производство, которое мы должны, наоборот, поддерживать и развивать, потому что нам нужна технологическая безопасность. Дальше. Я объясняю простую вещь, которая, в общем-то, нам это очевидно. Сегодня, при том, что машиностроительных заводов по факту рентабельных в России нет, все они будут платить налог на прибыль. Это уникальная ситуация. Объясню свою позицию. Вот недавно выступал Чемезов, сказал, что средняя рентабельность оборонных предприятий, входящих в Ростех, 2%. Если брать статистику по всему машиностроению в России, то у нас рентабельность средняя колеблется в зависимости от направления машиностроения от 4 до 6%. При том, что официальная промышленная инфляция превышает 15%, а просто инфляция превышает 7%. Таким образом, если перевести просто рентабельность из номинальной в относительную, мы получаем, что у нас все машиностроение, по большому счету, по факту убыточное. Юрий Васильевич, немножко в сторону отойдем сейчас от налоговой реформы. В Минфине предлагают оценивать эффективность расходования бюджетных средств по достигнутым результатам и с участием контрольных органов. Концепцию соответствующую будут носить правительства. И в это же время Путин подписывает закон по поводу массового отключения электричества. Согласно этому закону, в каждом регионе должна быть одна компания, которая отвечает за надежность всей системы энергоснабжения. Я почитал немножко на эту тему. Там говорят, в интернете пишут, что это прямой эффект Чубайсовской реформы. Никакие беспилотники туда не прилетели. Это просто прямой эффект вот этого рыночного подхода к генерирующим мощностям. Но ответственные это у нас появятся. Ведь получается, что хоть ты какую налоговую реформу, именно реформу, не сделай, все равно неэффективность расходов ее нивелирует. Вы жанр, на мой взгляд, не тот выбрали. Потому что ваши новости, которые вы зачитываете, если в них минимально вдуматься, то, по идее, это какой-то стендап и комедий-клаб вообще-то. Что смешного на самом деле? Нет, ну оказывается, в 2024 году решили, что результаты надо контролировать. Выделение бюджетных средств. Ну, вы сами прочитайте, что вы сказали. Понимаете? То есть, до этого получается, тому выделяли, туда выделяли, и ничего не контролировали. Понимаете? То есть, ну, вот и все. И сейчас так же будут контролировать. У нас, если вы посмотрите, госпрограммы, сейчас вот федеральные проекты, нацпроекты, там основная единичка такая называется, основные мероприятия. Вот они так сформулированы, что проконтролировать их невозможно. То есть, они, там даже числа стоят, ну, вот, например, по новому нацпроекту, по-моему, там и Владимир Владимирович говорил что-то. А, в указе в майском у нас надо довести к 30-му году, чтобы 70% населения участвовали в физкультурных мероприятиях. Вот, вы вдумайтесь, вот, как можно проконтролировать, будет 69% или 71%. Зато звучит красиво. Не, ну, вы ставите, все четко 70%. Чертый четко. Понимаете? Поэтому будет, мы понимаем, что будет 70,05, так сказать, это 100% будет, да, вот. Но это же все, ну, даже несерьезно обсуждать. Поэтому вопросы, мы на самом деле, это не другое от налоговой реформы, это в чистом виде то же самое. Потому что, я даже с коррупцией считаю это преувеличенное внимание. Суть не в этом. Бюджет нужен для того, чтобы правильным людям давать деньги, ну, по сути, драмовые. То есть, вся государственная машина, включающая ФНС, все, с людей собирает деньги из компаний, для того, чтобы, и со всех собрав, правильным людям давать... Ну, правильных мы в кавычки берем, конечно. Ну, естественно, правильных людей, те, которые организуют общественную систему. То есть, это, там, олигархи можно называть, можно еще как-то называть. Все же зарабатывают. Потому что, смотрите, просто, мы же видим, что налоговая служба работает все лучше и лучше, да, и доходы банков, доходы, соответственно, количество миллиардеров, долларовых и прочее, тоже растет. То есть, если взять кривые роста, то у нас рост доходов идет, и рост доходов бюджета, и собираемость налогов, и растет, соответственно, богатство очень узкой группы людей. Вот суть вопроса. А все остальное почему-то падает. Вот, поэтому, ну, как бы тут... Чего обсуждать? Тут коррупция – это детские шалости. По сравнению с тем, что совершенно легально, совершенно законно выделяются колоссальные средства правильным людям, у которых не надо думать про эту ставку там в 16 или сколько-то процентов Центробанка, потому что это не заемные деньги, это бюджет и так далее, понимаете? Или, ну, то есть, в этом смысле мы должны понимать, что система распределения доходов, она вся создана в интересах правящего класса. И вроде как по закону, как говорится. И все по закону, ну, а как? Все по закону. Ну, вроде как, как раз для этого закон-то и придет сейчас. Конечно, конечно. Это упрекли, что ты не платишь дивидендов. Поэтому это обсуждать, что там что-то не доглядели, что-то не так сделали. Все работает прекрасно, законы прекрасные, они написаны так, как нужно. И все легально, доходы перераспределяются в пользу богатых людей. Понимаете? Любым способом. Или возьмите, например, замечательную там ту же льготную ипотеку. Что такое льготная ипотека, например, многодетным? Да, все. Это способ, чтобы многодетные поддержали банки и строители. Рост цен на жилье. Так нет. Банки и строители. Потому что, если у нас есть несчастные банки, несчастные строители, да, и дальше вопрос возникает, как поддержать? Ну, понятно, как. Это поддержать через то, что многодетные будут, там же своя копеечка, все равно будут вкладывать туда средства. А дальше Ермона, все оставшиеся. И государство будет давать еще субсидирование ставки, да. И банкиры, и строители, ну, слава богу, не пропадут. Владимир Николаевич, ну, считается, что главный налог на бедных это инфляция. Она сейчас за последнее время рекордная. Я это вижу сам, потому что сам хожу по магазинам. Но в то же время не исключается, что Центральный банк все равно повысит ставку на до 18%. Как вы оцениваете ситуацию? Она и так запредельная. Куда же ее еще повышать? И почему-то с инфляцией она не справляется. Ну, давайте так. Я думаю, уже большинство экономистов даже либерального толка уже смирились с тем и согласны с двумя моментами. Первое, с чем они согласны. Тем, что повышение ставки сейчас в данной ситуации явно не приводит к замедлению инфляции. Более того, многие приходят к выводу, на мой взгляд, очевидному выводу, что инфляция является, наоборот, одной из следствий роста инфляции в том числе, является повышение кредитной ставки. Потому что она просто увеличивает затратную часть производителей. Это первый момент. Второй момент, который очевиден. То есть, когда начиналась специальная операция, каждое направление в России получило тенинные задания. Одно из направлений, которое получило, скажем так, наше промышленность и производство, это было обеспечение технического суверенитета. Мы понимали, что для того, чтобы технический суверенитет можно было достигать, нам необходимо догнать в кратчайшие сроки развитые технические страны. Для этого, безусловно, было необходимо обеспечить приток инвестиций, так как внешних инвестиций нет, это могут быть только внутренние инвестиции. Это понятно. И в ситуации, когда ставка Центробанка сегодня 16-18%, а депозиты в банках 18-20%, надо понимать, что никакие инвестиции не могут быть и не будут направлены в развитие обрабатывающих отраслей в России. Поэтому, с моей точки зрения, плохо это или хорошо, можно как угодно долго обсуждать, но уже все пришли к выводу. Причем, на финансовом конгрессе ведущие банкиры, ведущие банкиры, это ВТБ, Сбер, Альфа, они подтвердили, что сейчас вкладывать никуда нельзя, только на депозит. Это наиболее выгодно для любого инвестора. Если даже банкиры признают сегодня, что сегодня любые инвестиции вкладывать не стоит, есть смысл рассматривать только положить их на депозит, то дальше возникает вопрос. А задачи суверенитета технического и всего остального, они теперь уже как бы являются сами по себе, а борьба с инфляцией сама по себе. Поэтому большая инфляция или маленькая, оставим это момент в стороне. То есть, надо определиться, для страны какая важная цель. Первая цель это сделать низкую инфляцию, если это приоритете, одна ситуация. Вторая ситуация это обеспечить развитие, которое позволит стране все-таки выйти из клонарной зависимости. Вторая ситуация. Более того, вы только что сказали, что инфляция тонов на бедных. Таким образом, если вы не даете возможности развиваться обрабатывающему предприятию, то есть, в стране перестает производиться добавленная стоимость. А добавленная стоимость это и является тем источником, из которого в том числе кормится население страны. И если население страны и так объединяется за счет того, что седают его доходы и накопление инфляции, с одной стороны, с другой стороны, убивается производство с высокодобавленной стоимостью, для которой, в общем-то, которая является источником для жизни населения, то дальше возникает вопрос. Повышение уровня нового обложения в этой ситуации не приводит к росту доходов населения. Инфляция их съедает. Развиваться производству нельзя, потому что мы не только не даем рыбу, но мы и отнимаем еще удочку для ловли этой рыбы. И, на мой взгляд, это настолько серьезный комплекс ошибочных принятых решений, что, ну, как минимум, как минимум, может быть, не настаивая на свое мнение, но такого рода обсуждение требует более серьезного дискуса открытого. А, Юрий Васильевич, ну, а если немножко конструктива, что называется, позитива, а в какой налоговой реформе больше всего сейчас нуждается российская промышленность и российская экономика? Ну, и почему этого не происходит? Реформе, где принцип заложен принципиально другой. Помимо справедливости и выравнивания доходов населения, это первый пункт, ну, а главный это пункт, он связан с тем, что должна увеличиваться налогооблагаемая база. То есть, все налоги должны быть направлены на то, чтобы создание добавочной стоимости, добавленной стоимости и увеличение промышленного потенциала страны давало саму базу больше. И те тот же процент, ну, условно, там 25% с прибыли, ладно, убрали сейчас, не спорим, 25%, но от какой базы? И в этом вся проблема. Вот, а база, она скукоживается. Сколько закрывается предприятий, сколько мы видим, просто по факту, вот, я уж там не говорю, даже около Москвы, еще даже где-то хуже, что около Москвы, поскольку Москва высасывает все соки, там Тверская и так далее, везде налогооблагаемая база скукоживается, потому что налоги разрушают машиностроение, сельское хозяйство, наиболее сложные виды деятельности. А они должны их стимулировать, развивать, увеличивая эту добавленную стоимость. Все. И это, главное, что это никто не обсуждает. То есть, это даже не ставится в вопрос. А просто ситуация, здесь, в этом плане, спасибо надо сказать, потому что учебники марксизма, вот можно сейчас просто открывать, даже самого вульгарного, но действительно государство является инструментом эксплуатации правящим классом основного населения страны. Что называется, сняли прямо с языка. Вот, вот просто даже, да. И самое смешное, что чем проще ты сформулируешь, тем будет точнее. Требование справедливости, оно гораздо шире. И требование справедливости в настоящее время, это не просто чье-то желание, это вопрос выживания страны. Продолжение следует...